Чтобы играть в бейсбол, нужно бросать, ловить, иметь реакцию хорошую. Про бейсбол я могу вам все рассказывать часами. Бесконечно. Бесконечно. Я люблю этот вид спорта. Своего малыша будете приобщать к спорту? Может быть не к бейсболу, а к чему-то другому? Нет, к бейсболу. Только к бейсболу. Только к бейсболу? Только к бейсболу. А если не захочет? Ну как он не захочет? Он во всем похож на папу. Бейсбол помогает жизни во всем. Потому что ты, когда играешь в бейсбол, тебе нужно иметь очень быструю реакцию и принимать решение. Потому что во время игры, от того, где ты поймал мяч и какая на поле обстановка нападающей команды, тебе нужно именно сыграть. Либо в первую базу, либо в вторую, либо в третью. Либо поймать еще быстрее, дать так пас, чтобы сыграть двойную игру. Физики разрабатывали, которые занимаются биомеханикой, говорят, человек, который может отбить в бейсболе мяч, он играет на запредельных человеческих возможностях. И во остальных видах спорта, то есть у тебя тоже сразу появляются большие возможности. Потому что если надо быстро бегать, то есть в каждом виде спорта надо быстро бегать, надо иметь хорошую ловкость. Хорошую ловкость надо иметь и в волейболе, и в футболе. Хорошо бросать точно, это баскетбол. То есть в бейсболе здесь надо тебе бросить мяч, ну будем говорить, расстояние около 30, минимум 32 метра. Там если ты немножко сделаешь напрыжку, там 25 метров, ну ты должен дать ровно точно в игрока. А если это вот, например, удар идет во внешнее поле, то здесь, чтобы тебе сделать пас, нужно уже 60-70 метров. А если поймать под забором и тебе играть в дом, то там тебе нужно уже бросить, уже почти 90 метров. И это ты должен сделать очень быстро и сильно, потому что если ты бросишь парашютиком, игрок добежит и занесет тебе очко, а тебе нужно дать сделать так, чтобы не было очка. Бейсбол, это вообще он произошел от русской лапты. Его придумали американцы, увидев, как играли русские в форте возле Нового Орлеана в лапту. И даже правило бейсбола написал русский человек. Правило бейсбола написал Александр Картрай, 150 лет назад. Александр Картрай – это уроженец города Одессы. Интересно. С чего началось ваше увлечение этим видом спорта? Ну, заниматься бейсболом я начал в 93-м году. Во дворе мы играли что-то типа бейсбола, потому что мы немножечко играли в лапту, мне дедушка научил. И когда я был в пятом классе, пришел мой первый тренер Александр Михайлович Киргизов, и он говорит, я набираю детей на бейсбол. И я, недолго думая, поднялся, я хочу ходить. То есть я начал ходить на бейсбол, даже я помню ту дату, 11 апреля 1993 года. Сколько вам было? Мне было 11 лет. Ну, вы достаточно, уже взрослый бы. Ну да, я, ну, будем говорить, я занимался и волейболом, и ходил на настольный теннис. То есть я всегда был в спорте, так как у меня папа был спортсменом, и мама у меня тоже была спортсменкой. Ну, они, будем говорить, выступали как бы, там, Динамо бежит, вот типа такого. То есть они выступали за, они работали вот здесь на заводе «Полимер», они за химиков выступали. Играли в волейбол, папа стрельбой занимался, мама тоже волейбол играла. То есть я всю жизнь, родители меня брали на выходные, это всегда были спортивные состязания. И я уже мячик подавал, и учился там, как мячик это играть. И то есть стремился, стремился, стремился. А тут появился вид спорта. Во-первых, бейсбол на тот момент, это было, ну, диковинка. И мне понравилось. То есть там, чтобы играть в бейсбол, нужно бросать, ловить, иметь реакцию хорошую, то есть мотивацию, и все. Ну, и получал мячом по лицу, по удару там, и отскоки. И это, ну, все равно не останавливался, тренировался, тренировался, тренировался. И вот в 11-летнем возрасте нас тренер вывез на первенство Украины в 1993 году. Мы поехали в Киев, а это еще тогда в Киев, это большой город для нас. Мы увидели Киев, все в этом. Жили мы на спортивной базе очень, тогда было очень развито. И мы заняли там третье место. Мы проиграли за второе место команды из Донецка всего лишь в одно очко. То есть, а мы туда поехали там три или четыре месяца всего лишь занимались, тренировались. Сегодня команда бейсбольная Крыма, она тоже такие же хорошие результаты? Показывает? Ну, бейсбольная команда у нас в Крыму, это самое высокие достижения. Будем говорить с того момента, как мы вошли в Российскую Федерацию, даже и не ходили когда в Российскую Федерацию, в Украине. Наша команда и еще была одна команда ТНУ по бейсболу показывали самые наивысшие результаты в Крыму. То есть, если ТНУ брала бронзу, то мы брали серебро. Если мы брали серебро, то брали бронзу. Пережала нас команда Горн Кировоград. Но в 2012 году мы Горн Кировоград обошли в борьбе за Кубок Украины. Мы вместе с Таврией, с Еферопольской Таврией, мы так же самое внесли в копилку в Крыму Кубок Украины. В России мы в первый же год, когда вошли в Российскую Федерацию, наши воспитанники до 18 лет выиграли первенство России вот на этом стадионе. В 2016 году мы боролись за третье место против команды Балаших. За Балаших в тот момент играло два кубинца. И вот они, будем говорить, что нас немного обыграли. Мы проиграли эту серию 2-3 и не стали бронзовыми призерами. А в 2017 году мы играли против команды Московской. И тоже у них выиграли серию за третье место и мы стали бронзовыми призерами Украины. В 2017 году опять же мы дошли до финала Кубка России и в финале проиграли команде Шор 42. На тот момент они были чемпионами. В прошлом 2018 году мы опять же дошли до финала Кубка России. И Кубок России, финал Кубка России проводился на этом же стадионе у нас в Симферополе. И мы проиграли команде Рустар. В этом году мы сейчас играем в чемпионате России. Идем сейчас по набранным очкам, мы идем на втором месте. Какие молодцы. Но я знаю, что поле Симферопольское тоже уникальное. Наш стадион самый уникальный. Потому что здесь у нас покрытие не искусственное, а натуральное. То есть у нас здесь натуральная травка. Сделан дренаж специальный. Вот здесь специальный отсев. Это как бы ограничивает. У нас есть внутреннее поле, внешнее поле. То есть мы можем конкурировать с другими, да? Возможно, городами или странами даже. Ну, странами нет. Потому что там в Европе немножко больше строят стадионы развитые. А по России вот у нас единственный конкурент, это вот только новый стадион, который в прошлом году только закончили Рустар. То есть он по размерам такой же, как у нас. Но у него искусственное покрытие. Но у них есть прелесть, у них есть веб-камеры, то есть онлайн-трансляция. И диагональ где-то 6 метров. Экран можно смотреть даже, и повторы, и все остальное. Вы сегодня уже тренируете ребят. И на ваш взгляд, важно ли дружить с тренером, чтобы какие-то успехи показывать? Ну, я тренирую детей уже тоже очень давно. То есть я сейчас уже играю вот в команде нашей сборной Крыма. Я играю с моими воспитанниками, которых я взял. Кого взял в 10-летнем возрасте, кого в 11, кого в 12 лет. С ними ездил на соревнования. Вот с воспитанниками моими. Им когда было по 10-12 лет, мы выезжали были на соревнованиях в городе Ровно. На первенстве Украины до 12 лет. Мы дошли до финала. И у нас стоял вопрос, если мы выиграем финал, то нам нужно будет ехать на Литл Лигу, на Европу. Но мы вели игру, но ребята, может, не сильно опытные. Потому что мы опять проиграли Кировоградцам на тот момент. Мы проиграли 4-2. Ну и мы заняли второе место. Сейчас эти ребята, которые тогда со мной были, я сейчас с ними играю на этом поле. То есть они уже где-то даже лучше меня играют. У них есть опыт. Потому что мы когда начали играть в бейсбол в 91-м году, еще не было большого столько опыта у людей. То есть приезжали кубинцы, приезжали американцы, давали. Но такого большого доступности бейсбола не было для нас. Для нас посмотреть по видеокассете бейсбол, это было просто радость. Для меня был идолом. Примером, да? Да, примером был Джефф Блаузер. Он играл на второй базе. То есть он просто там ловил все, бросал все и отбивал. То есть было для чего стремиться. Я когда пришел в возрастную команду, мне было 16 лет. Я вроде как бы неплохо играл. Но в команде, на моей позиции, на которой я играл в юниорской сборной, играл кубинец Хуан Карлос Рейс. И мне нужно было его вытеснить. А как я могу вытеснить кубинца, если он родился с бейсбольной битой, будем говорить так. Ну, год я вот так стремился-стремился, и я смог его обогнать. И я уже выходил, и уже Карлос Рейс сидел на замене, я уже был на поле. Мы пригласили сюда представителя Международной Федерации детского бейсбола. Приехал Дэвид. И мы играли против них. И вот как раз были все базы заняты. Я вышел и ударил гранд слэм вот туда за забор. То есть гранд слэм это самое высокое достижение. Для непрофессионалов гранд слэм. Это просто, как будем говорить, это гол с центра поля. Это круто. Это очень круто. Когда я выступал за Киевскую команду, мы играли против черновцов в кубок Украины. Я за один матч ударил три таких. С хомерана. То есть это тоже высокое достижение. То есть у нас в команде только Миша, наконец-то, тоже в игре, когда он смог ударить три хомерана. Наверняка ваша семья приходит на турниры, соревнования, поддерживает вас. О, это да. Это отец мой, как бывший спортсмен, тоже любит приходить смотреть. Жена моя. Мы с ней уже очень долго вместе. И она начала еще со времен своих студенческих времен. Она всегда приходила на игры, всегда смотрела. И знает всех. Знает всю команду. И все знают мою жену. Сейчас у меня появился маленький сынок. Сейчас он уже тоже умеет бросать и немножечко уже бить. Какой возраст? Ему всего лишь год и два месяца. Он начал гораздо раньше, чем быть. Он намного раньше стал, чем я. То есть, ну, бросает не так это. Ну, знает движение, делает такое бросковое. Болеет за меня. Да, болеет за меня. Он любит со мной смотреть бейсбол. Мы смотрим по телевизору. Смотрит со мной бейсбол, хоккей, футбол, все спортивное. Это он любит со мной сидеть, смотреть. Своего малыша будете переобщать к спорту? Может быть, не к бейсболу, а к чему-то другому? Нет, к бейсболу. Только к бейсболу. Только к бейсболу? Только к бейсболу. Если не захочет? Ну, как он не захочет? Он во всем похож на папу. И уже, если он взял мячик и уже в годовалом возрасте бросает, то есть, он... Ну, что он захочет? Ну, если он только пойдет в большой теннис. То есть, я тоже люблю большой теннис. Ну, вот единственное, что... Ну, в бейсболе как бы все равно гены есть гены. Чем бейсбол лучше, чем другие виды спорта? Бейсбол, чем лучше. Потому что эта игра, знаете как, это когда вы играете, бегаете в футбол, вы чуть пробежались 20 метров, раз устали, можете сесть, отдохнуть. И то же самое, как в шахматы. Вам нужно продумать быстренько, какой сделать шах. Стратегия. Стратегия, да. То есть в бейсболе здесь одна команда нападает, другая защищает. Так как команда, которая защищает, она находится в поле с ловушками и ждет ударов от команды нападения. А команде нападения выходит один игрок отбивать. То есть он играет один против девятерых. Все остальные сидят в дагауте, могут лускать семечки, пить воду, отдыхать и все остальное. Только по телефону мы не разрешаем разговаривать. Цель у нас всегда завоевать либо Кубок России, либо чемпионат России выиграть. И основная цель наша, это конечно все-таки, вот уже в моем возрасте, так как уже, это развитие бейсбола и привлечение детей. То есть мы очень сильно хотим и делаем. Вы для этого делаете? Ну у нас, например, 29-я школа, там мы выросли, там мой товарищ, он же тренер сборной Крыма, он там учитель физкультуры и тренирует детей. У него у нас есть зал, у нас в зале специально оборудована галерея для отбивания, то есть для печерования, для всего сделано. Сейчас мы хотим получить, зарегистрировать федерацию Крыма и занятия немножечко начать развивать по школам.